Православная церковь, Святой Ивангелий, Бесплатный, 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 Бесплатный. Святой Ивангелий, Бесплатный, 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 Бесплатный найдете куртизанку такую-то, но куртизанка это уже человек, женщина, которая отвергла по обществу, то есть ее легко склонить, чтобы она сотрудничала с ними. Вот эти парни, когда приехали, сыновья два поехали в эту деревню, не читали это никогда, вот они приезжают в этот город, посмотрели, куртизанку уже договорили, все, а вот говорили, ну посмотрите, большое ли там войско, когда посмотрели, оказалось, войско там не очень большое, они приезжают и говорят, не надо туда идти, там войско большое, мы погибнем, однако вот как раз мы и все здесь, и отцы эти, не послушали вот этих своих сыновей, и все-таки пошли в этот город, всех там убили, это показалось, рассказалось, куртизанку, где, и они победили, вот это все в 20-м салфе, как раз, в салфе нет, есть, есть, в Библии есть. Ну это не 20-й, по-моему, от Матвея это 20-й год, вот там, я сейчас не помню от койку, но 20-й точно хорошо, потому что я студентам читал, когда лекции, я приводил этот пример и зачитывал. А как эту куртизанку имя-то, не помните? Я не помню, и этих сыновей уже не помню, значит, вот, но у меня в конферте, в лекции, когда я писал, там все это было. Дело в том, что, вы говорите о вербовании, да, вербовка, там есть в виду, что какого-то человека, именно к себе, как правило, в КГБ, там, может быть, это... Да, да, на чем вербовать можно человека, который человека... А я вам знаешь, что я скажу? Ну, допустим, того же вот цыгана, допустим, что завербовать, это очень тяжело. А вот тот, который в таборе отвергнутый, допустим, ему легче. Допустим, оперативник пришел, там, или КГБшник, или МБД, там, не имеет значения, какой, оперативник. Пришел, он выбирает, какого. А вот отвергнутый есть, там, в котором издевается, в котором избивает, там, может, оскорбляет и так далее. Вы легче завербовать. Так и у нас. Я вам приведу... Любой разведчик, он наш или другой, он и беда ищет. Это все у вас человеческое. Я вам приведу то, что Господь Иисус Христос, когда собирал своих учеников, он Петру сказал, говорит, следуй за мной, ибо я сделаю тебя ловцами человека. Это другое дело. Да, это суть другая совсем. Я вам так скажу, в духовном плане мы тоже вербуем, только вербуем туда Бога, Господа, Царство Небесное. Это не вербовка, это просто вы правильно разъясняете ученикам своим, и все. Это не вербовка. Для нас-то главное, по всей души. Вот, кстати... Ой, как же его, подожди. Счетная комиссия у нас Доголикова... У вас интернет есть? Доголикова командовал у нас Степашин, да? Вот Степашин под его редакцией, вот вышла как раз книга, там была книга специальная для юрисов. Вот там он как раз приводит тоже на Библию. Возьмите. У вас интернет дома есть? Есть. Вот, зайдете у нас в сайт, в форуме и на ютубе канал. Спасибо. Спасибо за помощь постигнушим дорожку. Угу. Иван, подожди, дай. Еще Иван, подожди. Спасибо. Добрый день. Правосамый корпус, что Иван, вы вставка. Даду, что тут еще. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Правосамый корпус, что Иван, вы вставка. Спасибо, не знаю. Добрый день. Бобком спасибо очень сильно. Мы в бою? Да. Как же у нас тут тут? Как так? Как так? Как так? Там вот 50 десятый, кто так? Тамара. Бежит. Спасибо. Большая вещь. Спасибо. Как так? Урекая. Я не суд, Боже. Мельки не только не в годах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А этот мужчина говорит, мне нужно. Тоже маленький спрашивал. Я ему не верю. Ну? Не верю просто. Ну тут раз, тут тоже что-то. Сколько он тут взял? Решил не метать бисерки на свиньях? У меня не светили как футбол. Лампадка вон. Лампадка 200 летней давности. Ух ты. Из латуни такая, летая и такая вся. Прям правда. А зачем фотографируйте? Когда батюшки в храм-то ходите, там батюшка не призывает вас сразу распространение Евангелия, проповедь Евангелия. Да я инсульт перенесла. Какой там меня это распространять? Нет, а вот так. С людьми беседуйте, в больнице сидите. Надо обязательно, чтобы у вас было с собой Евангелие. С умочки. Вот так вот? Да, конечно. Точно. Надо потихонечку громаднять людей. Потому что Господь... Но у меня, знаете, у меня с сыном случилась беда. Он у меня просто такой неверующий. Ума не привелось. Потому что мой муж работал, вот вы не подумайте. Мой муж работал в краевой, в Калатинске, в краевой партийной организации. Краевой, партийная. Водителем по железнодорожному транспорту. И что случилось? За то, что я ходила в церковь, мы разошлись. Мы разошлись, он меня бросил. Ему сейчас 90 лет, он живет там. По этому поводу. А дети все равно в изборнике. Но что интересно, сына наказала судьба. В 48 лет жена умерла. И вот два года назад. И дочь старшая, 28 лет, умерла. Я ему говорила. Он на меня, знаете, как только я приду, что-нибудь... Давайте хоть сходим туда. Он как-то скричится, все. И я бы им больше не посещала. И прям боялась своих детей, своего ребенка боялась. Ну, понятно, что. Бесновато. Вот как это? Бесновато. О! И вот представь себе, вот такое случилось. И вот, как это пояснить, откуда эта родня на Украине. Что вы думаете? Оказывается, это жены, мама, она гуцулка. То есть западенка. Покрови. Умудриться жить. Это такая мадрая, лучше к ней не связываться. Не дай бог. В общем, все. Я вам рассказала. Я вам к чему призываю. Потому что Господь говорит, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую, Родцом и Небесным. То есть главное обязанное христианинам православным. Это проповедовать вот этот святой Иван. А вот страх не сможете так доставить? Получилось на сердце. А я своего сыра вот сердце поеду буквально где-нибудь дочке, его дочке, то есть внучке, 17 лет. И я это... Как раз на день рождения вот это поговорите. Если в ней Иван глянет. Точно! Вот. А вот я вас прошу, вы с мужем-то своим неверующим разошлись. Кто был инициатором развода? Муж испугался. Ему не надо, он должность свою потеряет. Что вы думаете? И он все у меня отнял. Я уехала. Он сказал, чтобы тебя не было, иначе ты меня всю жизнь испортишь. Я уехала, квартиру бросила. И потом сюда приехала, в Барнаул. И что вы думаете? Устроилась на завод геофизика. Я была инженером. Мне дали комнату. Так в ней я и живу, 17 квадратов. Комната на моей собственности стала. Вот и так вот получилось. А муж-то живой еще? 90 лет, но Бог наказал его. Он, знаете, умом тронется. В Библии как написано, второзаконие 22.5. Мерзость перед Господом, кто надевает мусью. Если женщина надевает мусью. А если мужчина делает женское платье, мерзость перед Господом. Вы можете под низ одеть для тепла. А сверху должна быть обязательно деть. И это шанс. Ладно. Ладно. Спасибо. Ладно. Отпал на церковь Святой Ивановны. Отпал на церковь Святой Ивановны. Отпал на церковь Святой Ивановны.